всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рай мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды так лига мастеров и я смотрю также у нас лига самураев но я думаю что тут на лига самураев слушай я думал две звездочки будет но нет все-таки пока еще на трех ну что друзья мои как обычно давай рвать копыта зачем я так делаю скажи ко мне на милости если у нас здесь 46 45 уровень я вполне могу справиться своими ребятами нет но мы сделаем немножко покруче мы сделаем что мы сделаем-то ну блин змей ну давай аллопекс возьму вот аллопекс как раз она я думаю своей массовой атакой здесь этих ребят нагнет по полной программе но по крайней мере я на это надеюсь а сейчас мы кстати проверим ну давай-ка посмотрим аллопекс сможешь этих братков уронить или будешь их все-таки щадить да друзья мои у нее шестьдесят седьмой уровень как видите эти ребята сорок четвертого сорок пятого но максимальный сорок шестой уровень и пофиг им понимаешь по барабану абсолют лишь потому что да все таки друзья все таки друзья мы судя по вот этому удару я думаю что аллопекс далеко не уйдет со своей массовой атакой с этой я конечно пока ничего не буду точно вам конспектировать но на будущее я уже вижу задел потому что то же самое я видел у джастин точно такие же ребят задатки были только единственное что джастин отставал в инициативе у аллопек слава богу кстати вроде бы неплохая но по атаке но это это но тяжело назвать ребята имбовой атакой понимаешь если она сорок пятые уровни не то что даже половину хп не сносит она четверть и то еле-еле да и то не у всех да вот смотри команда да у кого здесь массовая атака у рафаэля есть мы сейчас применим и у наших ребят улек ну я не помню по-моему это но это не массовая атака нет а нет у них массовой атаки давай наверно бак старого уровня потому что если он сейчас смертельную волну сделает будет плохо так вот нам ответочка прилетела и слэш сейчас нет 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 все нам повезло друзья моя мог бы раздавить свои срак это толстый жирный мог бы раздавить но не вышло так что-то мне вот эти риски ребята уже не нравится мы рискуем с тобой получается попусту ну что ж друзья мои я все гуны перешел тогда я налью себе немножечко горячего чаю до пришлось с собой сюда заварник брать вот так ну что поехали что у нас там дальше по прогнозу днем ну 15 20 вряд ли конечно нам сейчас дадут я думаю давай сделаем знаешь как ну ладно 15 20 полтинчик да блин чай-то нифига не заварился ядрен матрен но сделаем тогда вот так вот пятьдесят шестые уровни и плюс ко всему мы сюда возьмем 56 58 шреддеры да пускай будет шреддер со своей подожди а у него нет массовой атаки ребят нет есть чё чё я уже все ребят есть у него массовая атака причем довольно неплохая как ты видишь вырубим мы с тобой вот этого кирбиса так теперь ну куда ты лезешь иммунитет ну вешай иммунитет фиг с тобой так теперь а мы так сделаем вообще чётенько и добиваем с тобой прекрасная я просто забыл что у рафаэля массовая атака есть думал если мы будем с тобой на огонь применять то ты видишь у них на них бы огонь распространялся очень бы хреновенько потому что потому что на них висел иммунитет поэтому от моего огонька это было бы как мертвому припарк припарка а вот зэк здесь так как он соточка да против этих гладранцев ух сейчас он просто бомбочку бросит но половина здесь наверно упадет точно должна упасть ну вот я о чем говорю что это зэк ребят давай стрелой его просто просто стрелой его пронзили потому что там применять уже супертаку нет смысла так как все упали ну что ребята я знаю сегодня попробуем дойти до лиги сегонов три звезды хотелось бы мне именно так сделать там же посмотрим получится нет так 15 20 я возьму здесь донателло на сотку и раз два три четыре так ребят я комментарии прочитал ваши да там написали что драконы всадники олуха события на одну заходку после черепашек наверное я пойду туда так слышали каэси вот таким вот образом добьешь майки ну что ты родной ты мой как же так то прекрасно прекрасно да но почему-то почему-то я немножко был расстроен я думал что будет пожестче как-то так а он видишь чест честно говоря просто по головке погладил ну что боксер ты-то я уж думаю сейчас как засвестишь как полетят у них там всем всех мозги по плечам давай красавица жги вот о чем друзья мои была и речь о чем была речь я не знаю про каким чудом роквелл там выжил это видимо какое-то недоразумение было но в остальном все было шито крыто так и мы собой попадаем на одиннадцатый этапчик 15 12 я возьму здесь рафаэля я возьму здесь да иди ты в баню возьму здесь майки раз-два-три ну что рафаэль майки сам понимаешь рафаэля ставим провокацию макеланджал ставит уклонение и все и наверное я думаю потекут слюни ручьями у наших противников от зависти конечно же друзья мои от зависти от чего же еще они могут у них течь но от злобы еще могут так ну что прыгаем на голову им а чё а чё такой слабый урон то у тебя парень парниша шредерик ты мой родной почему так слабо бомбанул то я чего-то не не всосал чё за бредятина какого лешего то произошло но этих то все по это понятно ребята рафаэль тут всех раскидает разнесет как говорится в пух и прах но почему уж рейдер такой слабый урон ой доня не я тебя умоляю ну что ты там свою защиту послал думаешь она тебе поможет ты думаешь она тебе поможет до не дони нет конечно ребят ну что он самом деле ты на что он там рассчитал ну а мы с вами уже все у нас две звезды и 89 позиции у нас раскисать пока не стоит наоборот мы держим хвост трубой я возьму леонарда раз два три 4 так ну что у нас сегодня только арена ребята потому что как ни крути еще не пятница вообще что среди недели сейчас надеюсь сегодня среда друзья мои так смотрю в телефон и вижу что мне что-то прибыло с озон буквально три минутки назад сообщение давайте глянем что же там папочки пришло позавчера получал бур для сына он же мне рыбак вот сказал им сынок ты его опробуй если вдруг что-то не так принеси мне мы его поменяем тут мне пришли товары товары для взрослых вот оно как шучу друзья мои шучу сейчас поверить еще я не знаю нет ну товар пришли да так что-то мы же играем а я все куда-то не туда ребят отвлекаюсь отвлекаюсь понимаешь но не без этого сегодня опять друзья мои сегодня я опять имел смелость пойти на тренировку я вчера как ты знаешь сходил у меня сегодня ужасно болели мышцы я знаю прекрасно что надо было отдохнуть денек но ты понимаешь дело в том что тут денек там денек и по итогу в месяц у тебя там выйдет тренировок 5 10 а я уже говорил абонемент оплаченный и теперь это когда я ходил спортзал который у нас под трибунами там у нас тренировка сколько найдет по моему 180 рублей тренировка 1 до а в месяц 1800 стоит вот можно было бы в принципе туда пойти и ничего бы как говорится беды не предвещало но нет мне вот захотелось бы меня все знакомые ходят туда и вот мне тоже туда потянуло блин но в принципе скажу ребят неплохо в принципе не дурно два зала не сказать что конечно супер больших супер огромных но для нашего городишки пойдет как говорится с пивком потянет так обычно говорят у нас вот заниматься можно единственное наверно для себя недостаток который я нашел что как тебе объяснить вот тренажеры стоят по одну сторону стены и по другую сторону стены и между ними вот этот вот проход есть ли например в зал зайдет человек давай скажем так 50 грубо говоря то честно говоря будет уже наверное не протолкнуться я имею ввиду только один зал там их два зала вот второй нюанс который бы я наверное отметил это нету кулеров то есть ты можешь пойти на ресепшн купить воду или там коктейли протеин там аминокислоты бцишки ну чё хочешь короче но купить а в своем старом спортзале в котором я занимался там стоял кулер чисто с питьевой водой через фильтры ты спокойно подходишь пьешь единственное за что платить там приходилось это если ты хочешь например там ну я не знаю там какой-нибудь напиток там кофе латы там знаешь капучино вот в этом случае да надо было платить но за воду за воду нет друзья мои но зато там не было вот этих вот не было в продаже спортивного питания но в принципе вот сколько я там стоял на ресепшне там общался с людишками но единицы берут спортпит в основном все приходят уже с готова в принципе как и я я не особо фанат я из спортпита принимает только лишь некоторые вещи это например аминокислоты но в принципе да есть некоторые аминокислоты которые я принимаю ну не комплексно а это аргинин л-карнитин и еще какая-то сейчас не вспомню ребята забыл плюс ко всему я принимаю креатин но это для повышения скажем так силовых показателей но и протеину протеины я желаю ребята протеин как бы тебе сказать я обычно мало его пью в основном сразу же после тренировки вот я подзанимался сходил например там солярий да сходил в душ вот и принимаешь его выпиваешь как бы закрываешь это протеиновое окно но я думаю все понимают кто в теме так дома перед тренировкой ну да бывает еще дома ребят перед тренировкой выпивай потому что неохота нагружать лишний раз желудок себе потому что ты идешь на тренировку а перед этими ты пожирал еще к тому же то ну совсем тренировка идет не в радость поверь мне совсем не в радость идет а протеинчик засосал он усваивается особенно особенно ребята хорошо брать в эти моменты протеин ну как у врачи называли казиновый да который долго играющий а лучше конечно брать не лучше пить после тренировки который идет разный разный и сырочный казиновый то есть там и быстро усваиваемый и долго играющий чтобы тебе хватило прийти до дома спокойно не бежать как говорится ли там доехать наложи себе хорошую порцайку еды и как говорится хорошо честно по я покушать ее но не забывай что предпочтению отдавай больше наверное все таки белкам и растительности то есть побольше ешь зелени кому я объясняю это ем ее очень обед ну вы поняли да как то так ну вот в общем я пошел сегодня мышцы очень болели на или тренировка была вялая ну как вялая она была с моей стороны интенсивная но я тебе скажу что она была не на полную силу потому что она очень уж очень было дискомфортно особенно связочный аппарат сам понимаешь да вот эти вот на руках связки волктивом сгибе в плечевом вот они еще как бы не успели остановиться потому что я вчера только так сказать разограться растренировал но я я знаю только одно ребята если я например два-три дня продурку и дома то я буду дольше болеть дольше у меня будет вот этот спазм мышечный если я схожу через день или на следующий день позаниматься легенько легенько ребят не забывайте не надо себя насиловать легенько вот у меня быстрее идет восстановительный процесс поэтому но только вот из этого так скажем расчета я все ребята и собрался и решил как сходить завтра опять дела завтра пойду уже схожу пока будет время к стоматологу надо два зубчика запломбировать что-то не нравится мне пломбы не то что пломбы ставить дырки мне не видно там что сверху это верхний ряд вот но надо сделать пока не поздно я не хочу терять ребята зубы ты же знаешь что зубы у нас даются один раз в жизни можно конечно с протезами ходить и еще там что-то но лучше все-таки иметь свои и вам ребят рекомендую смотреть за зубами если что-то есть лучше сходи лишний раз и залечи там дырочку если тем более на начальной стадии а там маленькая дырочка будет ее буквально тебе там за 5 секунд сделать а вот когда ты запустишь и будет полноценный карис вот тогда будет да тогда будет очень неприятно больно и затратно самое главное что затратно сам понимаешь это все дело стоит не дешево довольно таки вот что это меня сегодня потянуло а у меня всегда так ребят как только я начинаю заниматься чем-то там сейчас вот хочу пойти на группу ну там попросил чечку узнать на бокс хочу немножко размяться как-то вот сам понимаешь тяжелые физические нагрузки это тяжелые физические нагрузки а бокс это все-таки движение ребята это подвижность но я кстати похудел на ребята со 120 килограмм я сегодня встал на весы я даже немножко прибалдел 105 105 килограмм я уже вешу в идеале я уже говорил что я хочу до 90 но до 95 тоже было бы неплохо друзья мои но видишь дело в том что мне как бы мышечная масса нафиг сейчас не нужно я не особо так угонюсь за ней это раньше да мне надо было раньше когда я был дрищи в 16 лет и весил на сколько там килограмм то я уже не помню 74 по моему я все хотел быть крупным мощным таким мясистым и где-то наверно после 18 лет у меня это все пошло в гору мясистость это эти говорю что 18 лет я никто не давал что точнее мне в 16 лет никто не давал что мне 16 в 18 лет мне уже не давали что мне 18 ну я имею ввиду мне всегда прибавляли много много больше лет чем не есть и сейчас когда уже мне например за 40 мне говорят что я за 40 не выгляжу особенно это говорят на юге на юге когда приезжаешь ребят ну я не знаю там наверное из-за того что у них 40 ой 40 у них там жаркий климат у них очень быстро как я никого не хочу обидеть ребят но очень быстро появляются морщины и так как тело загоревшие да эти морщины очень сильно видно и они вот старят человека у нас на севере у нас солнца мало и в принципе и загара мало и естественно кожа стареет намного намного медленнее мы здесь знаешь как по большому счету как в морозильной камере долгого хранения сидим вот как бы у нас надолго хватает я например если на юг съезжу мне двадцати двадцати пяти минут хватает чтобы я приезжаю до вылезли вылазить самолета например там дошел до магазина попить пиво все я уже красный но у меня вот структура кожи такая ребят что я не имею смогу загара я красный я как рак понимаешь я как рак у меня начинает там облазить кожа все это но все равно ребята я остаюсь красным я нет у меня вот этого коричневого бронзового загара к сожалению чё бы я не делал бы поэтому я думаю что солярий мне тоже мало ли мало чем поможет но в него хожу я не для загара а для того чтобы ребята многие витамины у нас усваиваются при солнце ты понимаешь витамин d вот это вот все важные витамины а так как у нас зимой солнца практически нету приходится ребят приходится ходить но благо там по-моему недорого там у нас получается минута десять рублей то есть пять минут пятьдесят рублей но в принципе это нормально ты же не будешь там по полчаса там пять-десять минут в день тренировки это за глаза поверь мне массаж стоит намного дороже так ладно я что-то тут отвлекся я вас наверно гружу по полной программе тем чем не надо на самом деле хотя может кому-то интересно не знаю ребят поднять уровень персонажа так что мне надо сделать а ну мы и на поиски идем мы идем на поиски у нас дой мутагена так господи мутагена то ребята 20 тысяч но извини извини донателло не получится сегодня тебя прокачать будем под качать а лапекс и помимо эту твою дивизию блин не хватает ребят но не хватает чем могу сделать ну давай тогда здесь искать так двое наушников нам нужно найти 1 2 2 наушников нашел так и помимо наушников нам нужно 4 ящика с инструментами поехали так 1 1 1 1 1 1 2 3 4 прекрасно но это я по-моему могу вкачать да ребят на это у меня хватит как говорится мутагена 2 кошки миноки или как-то за этой минаки минору но господи две кошки надо всего 1 студенческий билет эйприл такая в очках до студентка блин так ладно ребят выполнили эти задания забирая награды так и вроде бы у нас все да как я говорил испытания пока у нас недоступны еще только через два дня будут открыты но в принципе друзья неплохо я считаю что неплохо сегодня мы рванули да мы на лиге сегонов почти ребята в лиге мастеров а там дело за малым если мы с тобой завтра послезавтра не пробаклушим то мы уже будем с тобой в лиге мастеров а там уже можно немножко и подзабить но видишь в чем проблема я подзабью на пятницу да субботу воскресенье а у нас то здесь самое основное идет все ладно ничего никуда от нас не убежит обязательно ребята увидимся и обязательно продолжим играть а на сегодня все всем удачи и до новых скорых видосиков